Жителям затопленного поселка Кокпекты предоставят выбор, нужно ли им водохранилище, по вине которого во время прорыва дамбы погибли пять человек. Судьбу озера и плотины решат в правительстве в ближайшее время. А пока пострадавшим помогают жители других регионов страны. В Кокпекты прибыли пять камазов, груженных вещами и продовольствием из Восточно-Казахстанской области. Жизнь в Кокпекты постепенно налаживается. Жители, пережившие наводнение, отходят от шока. А власти тем временем решают судьбу дамбы, в результате прорыва которой погибли пять человек. Комиссия, я думаю, примет решение с учетом мнения населения. Это будет дальше. С учетом мнения населения дамбы восстанавливали? Нет, я имею в виду, она вообще в будущем, как бы, необходимость этой дамбы, я думаю, будет рассматриваться, наверное, уже на государственном уровне. Не могу об этом сказать сейчас, так как это большие затраты. 25 кубометров леса, 20 тонн продуктов, цемент и три сотни баранов прислали кокпектинцам жители Восточно-Казахстанской области. Этот ягненок родился в дороге и достался семье Уташ-Калдебековой. Их подворье было самым крупным в поселке – 40 баранов. Но все они погибли во время наводнения. К радости хозяйки примешивается и беспокойство. Их кормить надо, и дома надо немножко ремонт. Первый город дом, вообще ужас. А кормить-то есть чем? Не знаем, как кормить будем. Гуманитарную помощь на сумму 15 миллионов тенге собирали предприниматели и фермеры. Свою лепту внесли и тезки села, жители Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области. Да и о большой воде там знают не понаслышке. Четыре года назад недалеко от села Самарка также прорвало плотину. Мы же такое пережили, правильно? А прежде чем выезжать, мы созвонились с ними. В чем остро нуждается население? Когда вот это все смотришь по телевизору, село Кокпектинцы, как-то это нашими Кокпектинцами по-собому воспринимается. Таксахалы, старцы пока говорят, как там Кокпекты. Скот сразу развезли по дворам, а продукты и стройматериалы отправили на склад. Всю помощь людям раздают согласно спискам. У нас же есть списки, у которых сколько они потеряли по голове. Поэтому мы будем раздавать. Люди уже ждут. Если он 10 потерял, он 10 получит на сегодняшний день. Помочь с кормом для скота обещали местные власти. А несколько птицефабрик намереваются возместить людям потерянных кур. Кстати, вместе с продовольствием из Восточного Казахстана прислали и деньги. По 400 тысяч раздали семьям погибших в наводнении. Так что жители карагандинских Кокпекты надеются, что жизнь в селе совсем скоро войдет в привычное русло. 16! Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область.